Треть людей, вот по лету, вот что началось, треть людей уходит просто. Бросают позиции целиком и уходят. Потому что, ну, уже все осознали, что здесь не то, что мы вот в жопе военной, а то, что, ну, что нас наебали, что мы воюем не за то, что зачем пришли. Уже отсюда это все стало видно по-другому. Я Карпов Максим Викторович, 21 сентября 85-го года рождения, согласен на видеосъемку. Младший сержант, должность стрелок. Подразделение? 70-й полк, 3-й батальон, 9-я рота. Разбили позиции. Мы пытались выползти к своим втроем. Нас осталось втроем. Мы пытались выползти двое раненых и я. Ну и выползли к вашему. Как тебе относятся здесь? Ну, вот украинцы, как тебе относятся? Как к плену? Относятся нормально, положительно. Меня даже накормили вечером и чаем допоили. Ну, вот я никак такого не ожидал отношения. А как к тебе относились твои командиры, твое начальство? А мои командиры? Они меня пнули на позицию и забыли про мое существование. И так было три раза за лето. И пацаны и остались все там практически. Бывало, что, короче, полторашку на десятерых делили, когда жара была. А про еду там разговаривать нечего. Че найдешь, что поешь. У нас нечего есть. Конечно, было и воровство, и всякое такое. Что ворвал? Много потерь было за время, то, что ты служишь? Много. С моей стороны я две роты потерял. По сто человек, вот и считай. Это за два месяца последних. И у меня не то, что уже моральный дух упал, а уже вот это осознание, что нахера я вообще тут нужен. Нацистов я не вижу. Ну, не то, что не вижу. Не видел вообще за весь год, что я тут есть. Ну, националисты и нацисты, это, ну, очень разные вещи. Да я тоже националист, если подумать. Я не знаю, где вот эта информация взялась в телевизоре. Я здесь сам такого не видел. Ахмат, это которые там сзади где-то сидят. Я не знаю, как они к нам относятся. Мы, наверное, для них, ну, недолюди. Чё, пацаны, нас наёбывают. Ну, чё, вот моё мнение.